Песня Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Юлона Стоянва. Здравия тебе, Юлона! Здравствуй, Алексей! С какой целью мы сегодня с тобой собрались на страх врагам российским и всего славянского мира? Мы будем с тобой отвечать на вопрос, поставленный в нашей редакции. Нам прислал сообщение Виктор, написал следующее. Здравия Народного Славянского Радио. Хочу предложить разобрать тему в эфире, как роль женщины и мужчины. Современная цивилизация посредством рекламы и средств дезинформации навязывает женщине такой лозунг – «Ты женщина, а не посудомойка». Таким образом, женщину отстраняют от ее естественных, создательно предназначенных обязанностей. Так давайте об этом поговорим. Когда я такие фразы слышу, мне сразу вспоминается мультфильм. «Дорогая, я поведу тебя на край Вселенной, я подарю тебе вот эту звезду». И такая кастрюля мимо проплывает, которая начинает чистить. Да, то есть предназначение женщины со словом Виктора так, как может показаться, это быть посудомойкой. И нам навязывают всем, что женщина – это не посудомойка, надо бросить все домашние дела, кастрюли, ложки-поварешки и заняться чем-то другим. А чем? И Виктор не написал. Ну ладно, давай попробуем разобраться. Я понимаю, что это все-таки просто высказывание. И краткое высказывание, наверное, всей темы Виктор здесь не изложил, а просто так оперся на один слоган рекламный. Что же ты думаешь сама по этому поводу? Ты знаешь, у меня очень много мыслей по этому поводу, потому что я в последнее время сталкиваюсь с тем, что мужчины, видя, как набирают обороты женской манипации, они начинают выкрикивать, что женщины, вы должны взять свое место, женщина должна в основном только смотреть за детьми, готовить кушать. И больше ни на что она не способна. В последнее время очень часто вошли в моду у нас на Руси выражения из вед индийских о том, что мужчина – это бог, а женщина должна сидеть у него в ногах. То есть не лезть попереди мух же. И вот эту вот индийскую, можно сказать, философию навязывают нашим русским девочкам, женщинам, супругам, матерям. Лично мое мнение, которое сложилось, оно сложилось и благодаря тому, что я размышляла на эту тему, и была, соответственно, информация о том, что у нас есть цикличность. Цикличность, которая прописана самой природой. И если было время, когда перебладала мужская энергия, то есть войны, разрушения, то есть энергия созидания и энергия любви. Как правило, это женская энергия, это матриархат. И так как эта энергия сейчас приходит к нам на землю, те люди, которые знают об этом, они умышленно женщине навязывают нестандартные для нее, не то что обязанности, он становится, женщину делают грубой. Если ты заметил, сейчас в популярность входят спортзалы, когда девочки себя качают плечи, руки, ноги. И они просто уходят от каких-то главных своих обязанностей, то есть созидать, давать любовь, успокаивать войны. То есть для того, чтобы эра это забалансировала нынешний мир, успокоила его, наделила любовью. Они и женщин делают мужчину. То есть женщина, конечно, начинает вставать на коня, говорит, кто доме хозяин. Начинает на себя перетягивать одеяло и проявлять мужские качества. Но здесь идет не в том, что должна произойти смена управления с мужского на женскую, а наша земля должна перейти в другие энергии. И, скорее всего, вот это женское созидание, любовь, мудрость, милосердие, сострадание, сопереживание, вот эта чистота, здесь должны такие качества преобладать. Но, как правило, за счет того, что женщин развращают, мы имеем обратную. Вот такие мысли. Мысли у тебя хорошие, но это не мысли, а наблюдения. А вот теперь мне хотелось бы узнать твое мнение по поводу этих мыслей наблюдения. А ты что думаешь? Какое предназначение мужчины, какое предназначение женщины? Интересно, да. Ну, вообще, как я понимаю, за счет того, что мужчина преобладает больше грубой силой, он должен созидать то пространство, которое находится за пределами дома. Но, скорее всего, даже это я слышала. Слышала очень часто у нас на передачах, эта тема поднималась. С этим я, по сути, согласна. Есть та среда, где мужчина может себя чувствовать комфортно, и он может защищать семью. Мы, наверное, будем с тобой рассматривать позицию семьи. Вот так таковой, да. И есть та среда, где только женщина может чувствовать себя в полной вере, в полной мере комфортно. С другой стороны, если посчитать, что мы есть существа, у которых преобладает как мужское начало, так и женское начало, я считаю, что внутри семьи должно строиться по гармонии. Если у женщины преобладают мужские качества, у мужчины более женственные, но, как правило, семейные союзы так и строятся, они находят в себе подобных, то есть компенсируют какой-то недостаток энергии, они должны, соответственно, поступать внутри своей семьи, исходя из тех энергий, которые у них преобладают. И здесь должна строиться гармония. Мужчина у женщины принимает, допустим, ее грубые качества, а ей дают свои нежные. То есть мужчина становится мужчиной, а женщина становится полноценной женщиной. Даже в случае, если неправильно распределяется энергия у какого-то конкретного индивида. Для этого и нужна семья. Дополнить друг друга теми качествами, которые отсутствуют у тебя. Вот как-то так. Ну, у тебя здесь получается так. С одной стороны, дополнение. Ты сказала, что вот находят друг друга, например, слабый мужчина, находит сильную женщину. Здесь сильная женщина находит слабого мужчину. И они этим делятся и дополняют. С другой стороны, может быть, семья все-таки позволяет родиться мужчине и родиться женщине. Потому что сильная женщина, мужеподобная, она в конечном итоге не сможет стать женщиной полноценной. А слабый мужчина, женоподобный, не сможет стать полноценным мужчиной. Если просто поделиться этим, этого будет недостаточно. Потому что мужчина слабый получит мужские качества и не оставит женского. А женщина получит женские качества и не оставит мужского. Тем самым, если и у одного, и у второго будет одинаковый набор качеств, у мужчины к женским мужского добавится, то есть он станет женом-мужчиной, а у женщины к мужским добавится женская, скажет, она станет мужа-женственной, то в этом случае тогда они будут два абсолютно одинаковых человека. На мой взгляд, все-таки семья – это не когда просто обмениваются, это само собой, когда люди становятся единым целым, а когда позволяют другому развить те качества, которые другому, второй половине, позволяют стать тем, кем он должен быть. И если у мужчины было сильно развито женское, то настоящая женщина не просто обязана поделиться с ним своей мужской силой, если она как мужчина себя проявляет, а помочь ему взрастить на его основе природной мужские качества, которые и у нее есть, и которые выше будут, чем у нее, проявлены в нем. Тогда у него будет основа женская, которую он уже с детства взял, и в нем вырастет намного больше мужчина, понимающий женское начало, которого в нем не было, и которая больше, чем у женщины, которая помогла ему взрастить мужское. Получится, например, у него та часть женского чутья и ощущений останется, но при этом в десятки раз мужское взрастет, а не просто к одной половинке женского добавится точно такая же половинка мужского. И то же самое у женщины. Мужчина должен не просто ей отдать часть своего мужского, чтобы уравнять половинку мужскую, половинку женщины, проявленной в этой женщине, а он обязан ей помочь взрастить женское в десятки раз. Тогда она будет знать, что такое мужское начало, как себя должен вести настоящий мужчина, что он должен делать, но при этом у нее вырастет женское начало, которое позволит ей стать женщиной во много раз сильнее и во много раз мудрее и лучше, чем какая-то другая женщина. То есть не просто стать подобной подобному, а родиться мужчиной и родиться женщиной в этой семье, взрастить в себе мужское и взрастить в себе женское, имея ту основу, которая была до этого. Ведь мы не знаем, с какой целью, например, женоподобный мужчина, ну, не в смысле, что он такой-то нетрадиционной ориентации, а он просто с точки зрения восприятия мира был женоподобный, то есть мягкий, как-то вот так, это имею в виду, а не то, что он там бегал, искал себе пару из мужиков. Нет. То, что он ощущал многие вещи, как ощущают женщины, но при этом был мальчиком, потом юношей, мужчиной, его никогда не тянуло на таких же там самцов, или там покруче брутальных, например. Нет. Я это не имею в виду. Я имею в виду просто по ощущению мира, по познаванию мира, по мягкости и так далее. Так вот, ему и такому мужчине, если женщина позволит родиться мужчиной и взрастить эти качества, то он будет в разы сильней и женщины этой, с точки зрения мужчины, и станет настоящим мужчиной, а может быть даже произойдет многих других мужчин. Это зависит во многом от женщины. И то же самое, если мужчина, например, женщине, которая себя ощущала вот таким вот быком, который на себе тащил всю семью, например, или тащил там родню всю на себе, позволит этой женщине взрастить в себе женской, то есть родить и взрастить, то она станет намного сильнее, нежели ее, например, подруги, которые изначально были девочками, ну, потом в женщин превратились, и вот на этом уровне остановились. То есть им не надо взращиваться, потому что они такие и были. Вот это будет метаборфоза похлеще, чем рождение с куколки бабочки. Это будет круче, чем головастик, превращающийся в лягушку. Здесь такие царевны у нас будут, такие принцы, что ни сказки сказать, ни пером писать. Вот, на мой взгляд, задача в таких случаях семей не просто уравновесить, не просто проявить вторую половину, а родить и взрастить то, на что предназначен супруг или супруга. Вот мое видение такое. Да, стоит еще, наверное, понять, для чего. Кто для чего предназначен. Тут все-таки шла речь в том письме, которое нам пришло. Какую роль они должны выполнять. Вообще, вот как я поднимала это выше немного, все-таки вот эти роли внутри семьи, кто моет посуду, кто подметает, а кто какой-то другой обязанностью занимается, это те вещи, которые должны между собой решить супруг и супруга. То есть нет такой позиции, что у женщины обязательно должна быть посуду, потому что она женщина, у нее волосики длинные, там у нее ноготки, там еще как-то направляется, как женский пол. Нет, я считаю, что это те обязанности, которые должны в принципе уметь выполняться как мальчиками, так и девочками. Я просто знаю те семьи, когда пожилые муж и жена, которые прошли войну, жена слигла, то есть уже к старости лет. В старости. Много времени прошло, да, вот они прожили там 50 лет. И что, ее супруг он стирал, руками стирал белье прекрасно, он ей готовил. Я считаю, что это проявление заботы. Это не обязанности должно быть. Ты вынес посуду, ты вынес мусор, а я помыла посуду. Мы должны делать это из любви, из-за заботы. Вот я так считаю. Нет, нет, нет обязанности. Есть проявление любви, не более. Хорошо, ты считаешь, но привела пример неудачный. Дело в том, что когда женщина не слегла, а когда она была здорова, я думаю, что некоторые свои обязанности по дому она исполняла, и мужчину не нужно было делать того, что он стал делать после того, как женщина заболела. И я знаю семьи, где наоборот мужчина заболевает, и женщина вынуждена делать его функции. Исполнять его обязанности. Но это не говорит, что это норма. Люди вообще-то должны быть здоровыми. И здоровый человек, на мой взгляд, должен выполнять обязанности, которые свойственны его естеству или ее естеству. А не так, что давайте мы договоримся, сели за стол и заключили брачный договор, и по этому договору, например, по понедельникам посуду моешь ты, по вторникам я, в среду опять ты, ну и так далее, да? А потом в воскресенье мы уезжаем, чтобы никого дома не было, никто не моет посуду. И в понедельник опять то же самое начинается. Вот. Надо разобраться с естеством. И если мы разберемся с естеством человека и человеческих полов, тогда многое станет на свои места без каких-то усилий, мысли, без каких-либо договоров, а просто потому, что это естественно. Женщина не будет договариваться с мужчиной, кто из нас должен пойти родить. Не будет договариваться с мужчиной, кто должен зачать. Не будут договариваться они, кто должен кормить грудью. Исходя из этого, многие обязанности, истекающие из этого, становятся естественными, и об этом договариваться не надо. Если мы понимаем, что женщина, которая родила и которая кормит грудью, не может пойти заколачивать сваи Нет, конечно, в возвращенном обществе это вполне реально, когда женщина с грудным ребенком идет заколачивать сваи Или когда какая-то очень серьезная беда Но мы берем нормальное общество в нормальной жизни Так вот, женщина, которая родила сваи, заколачивать не пойдет Сваи заколачивать пойдет все-таки мужчина Но в то время, когда женщина кормит грудью, а мужчина заколачивает сваи Наверное, женщине в голову не придет только покормить грудью, а потом дальше сидеть и ждать Когда придет мужчина, например, после заколачивания сваи, приготовит обед или ужин Потом постирает пеленки, потом сделает вот это, потом сделает вот это, вымоет полы и много-много чего другое И так, в общем-то, голодный ляжет спать Потом стричка встанет и ломанется опять заколачивать сваи А женщина счастливая, довольная, потому что все получилось, как это должно быть И еще мужчина, может быть, и покачал ребенка ночью и так далее, и тому подобное Ну, сядет у окошка опять ждать по расписанию Через какое-то время будет кормить ребенка И ждать, когда же пойдет дорогой после того, как сваи позабивал И опять все сделает Сварит обед или ужин Помоет посуду, которая, может быть, накопилась Постирает пеленки, уберется Посидит с ребенком, ну и так далее, и тому подобное Вот если мы так будем рассматривать То в этом случае встанет вопрос А роль функциональной женщины какая в данной семье? Алексей, я, скорее всего, тебе говорила о том, что Те обязанности, которые у нас возникают Между супругами в семье Это, как правило, ситуация, которая обговаривается Возможно, на уровне поколений И делается все из любви Из любви готовится кушать, из любви сваи забивается Хорошо А не так, ты мне обязана Иди-ка, дорогая, покорми грудью ребенка нашего совместного Ну, то есть это все по-другому идет Я давай тогда вопрос по-другому поставлю Хорошо Могу ли я, как мужчина, из-за любви к женщине Пойти покормить грудью ребенка? Нет Супруг, скорее всего, должен пойти помочь этой женщине Своей супруге, можно сказать, заработать денежку ей на еду На еду всей семье, да Значит, все-таки не все так вот по такому принципу выстраивается Есть какие-то моменты, когда слово «любовь» Вот в том смысле, как ты это сказала Оно не подходит Забота Вот, забота, да Любовь в высшем проявлении, да А что такое любовь в высшем проявлении? Это приятие того мира и того естества, которое проявлено в мире В этом, как оно проявлено, полностью Без отрицания Если у мужчины есть возможность, как ты говоришь, пойти зарабатывать денежки Когда женщина сидит с детьми И когда у нее не один ребенок, а двое, трое, четверо, а может быть уже и десять Это норма А вот когда мужчина садится с этим десятью детьми А женщина идет заколачивать сваи, чтобы прокормить этого мужчину и детей Это не норма И здесь говорить про какую-то любовь невозможно На мой взгляд, это отрицание того, что есть И это извращение и богоборчество Потому что каждый начинает заниматься не своим делом Вот мне это видится так А я тебе немного по-другому приведу Нынешнему обществу считается следующим Женщина должна рожать Должна, по сути, убираться, стирать, кормить Потом, после того, как пройдет определенное время после родов Выйти на работу А потом она должна еще раз рожать А мужчина должен только ходить на работу А тут возникает вопрос о воспитании детей Я знаю семьи, там, где воспитание детей ложится на плечи обоих родителей И они подходят к этому моменту осознанно А есть же семьи, где считается, что ты женщина, ты родила, ты воспитывай А я буду ходить только на работу И меня больше ничего не касается И, скорее всего, здесь это неправильно В какой-то позиции Потому что иногда женщина выходит на работу Если она способна зарабатывать больше супруга И такие семьи у нас в нынешнее время встречаются И такие мужья, как правило, остаются дома с детьми Но это тоже неправильно Это какое-то извращение Давай все-таки разберем, какие обязанности должны быть между мужчиной и женщиной Вот с точки зрения каких-то обязанностей по дому С точки зрения воспитания И зарабатывания на хлеб насущный Вот два эти момента мы с тобой подробно сейчас разложим по полочкам Если мы хотим в чем-то разобраться То в этом случае необходимо понять А с точки зрения какого общества мы с тобой пытаемся разобраться Если с точки зрения современного извращенного То в этом случае я отвечу так Делайте, что хотите Хотите, совместно разбивайте себе голову, прыгая с 12 этажа Хотите, за ноги друг друга повешайте Хотите, глаза друг друга выцарапайте Это ваше личное дело Хотите, идите делать себе пластические операции Или какие-то там пересадки каких-то органов Для того, чтобы мужчина стал женщиной А женщина мужчина Это ваши личные проблемы Которые проявляются в вашем извращенном обществе Если мы говорим про нормальное общество То тогда там несколько другое И тогда мне необходимо для начала определиться Ты про что спрашиваешь, красавица Про какое общество Про извращенное, цивилизационное Или все-таки про то, которое я считаю нормальным Давай сейчас все-таки посмотрим с точки зрения нормального общества Потому что извращенное общество мы увидим в округе И его мнение, этого общества Оно, как правило, иногда отражается на здоровых семьях Потому что кто-то сказал, а кто-то считает так А кто-то по-другому Давай посмотрим на то, как это было у наших дедушек и бабушек Прабабушек и так далее Для того, чтобы правильно относиться к этому миру Я думаю, что про бабушек и дедушек и прадедушек Наверное, смысла брать нет Потому что там многое уже было извращено Но если даже это извращенное общество Сейчас нам кажется идеалом совершенства То в этом случае я предполагаю В какой глубокой яме мы находимся Все-таки там действовали уже несколько другие правила Не те, по которым, ну в большинстве своем Не те, по которым естество человеческое должно было бы существовать Если мы рассматриваем идеальное общество Которое свойственно людям расы Или человекам, правильно сказать, расы То в этом случае давай его будем смотреть Если мы смотрим уже несколько упрощенно развращенное На основе домостроя Ну давай будем его рассматривать Но это не совсем наше Там есть отголоски нашего Но туда было добавлено много чего не нашего Поэтому мы все-таки остаемся на счете На домострои, которое было 100, 200, может быть 300 лет назад Или мы посмотрим в глубину веков И оттуда что-то будем доставать Давай посмотрим на идеализированное общество В глубину веков Я считаю, это будет интересно Путешествие назад И одновременно мы сможем из себя почерпать чего-то нового И таким образом улучшить ту жизнь, в которой мы ходим все Я так считаю Хорошо, давай так и сделаем Во-первых, женщина никогда не стремилась работать на улице Ну имеется в виду за пределами своего двора Если в том не было необходимости Почему? Потому что женская территория Это территория берегини И лишний раз выходить на улицу без надобности Хотя такие надобности случались Надо было выходить на улицу Надо было там что-то делать Общественные какие-то работы были И общественный труд, это понятно Но без лишней надобности женщина на улицу старалась не выходить Да, ходили в гости Да, были какие-то вечерки Вечерки семейные Вечерки общие Вечерки детские Юноши, девушек и так далее Вечерки были разные Были коллективные какие-то мероприятия Какие-то праздники Это само собой Это не говорит о том, что я сейчас призываю Тому, чтобы женщины заперлись И сидели в доме, вообще никуда не уходили Нет, все это было Просто лишний раз без надобности Женщина старалась из дома не выходить Потому что только ее Вот этот вот удел Требовал достаточно много времени Для того, чтобы за ним следить И не допускать какой-то грязи Не только физической, но силовой, полевой В него То есть это оберег очага А очаг – это такая штука Которая определяла здоровье дома Состояние здоровья у детей и у взрослых И много-много чего другого Недаром при очаге запрещалось брониться Ругаться И какие-то слова непотребные произносить Разборки устраивать и так далее Вот, поэтому очаг играл очень важную роль А оберегиня была именно женщина Поэтому женщина выполняла те функции Которые были ей свойственны Не только с точки зрения рождения И ухода за ребенком Но и ухода за домом И той живностью, которая в ней была Надо не забывать, что детей в доме Было достаточно много А раз так, то в этом случае С малого летства У женщины было множество помощников И каждый занимался в виде игры своим делом Поэтому женщина уже не была в одиночестве Как это сейчас видится многим современным женщинам И не всегда ей приходилось мыть посуду Посуду могли мыть, например, средние дети Старшие дети могли ухаживать за скотиной, если такая была Пропалывать огород, если это, например, не общественные какие-то работы И они были свободны от учебы, к примеру Или от каких-то там необходимых сборов Надо понимать В семье достаточно большое было количество помощников Малые дети занимались одним Средние другим Взрослые третьим Мало того Общественный труд в общине Как правило, более четырех часов в день Времени не занимал А это говорило о том Что мужчина, уходя после завтрака На работу возвращался достаточно рано домой И он возвращался не с банкой пива Не с селедкой И не с какой-то там воблой И не ложился смотреть телевизор на диванчик в тапочках В растянутых на коленях трениках В драной маечке А он занимался хозяйством И занимался хозяйством с той точки зрения С которой женщина не должна была его вести Жизнь на земле Очень все быстро выстраивает по своим местам Женщина не будет пилить Женщина не будет рубить Женщина не будет прибивать Женщина не будет строгать И этим занимается мужчина Вот он четыре или пять часов провел На свежем воздухе, к примеру На общинном поле Или в какой-то артели общинной Потом возвращается домой И делает те дела, которые накопились Которые надо сделать Которые женщина не будет делать Он вместе со своими детьми Что-то выполняет такое Что свойственно ему До этого дети помогали маме Кто-то больше из девочек Кто-то меньше из мальчиков Старшие мальчики заменяли мужчину Пока он был на работе Совсем уже взрослые Такие, которые подростки Они с отцом могли уходить в артель На поле или куда-то еще И там работать Трудиться на благо общины Но всегда, еще раз говорю Были помощники и у мужчины И у женщины Кто-то с лялькой возился Например, укутывая Меняя пеленки Или следя, чтобы там Не ударился ребенок Или что-то еще А кто-то, например, там Хворост рубил Кто-то что-то замешивал Кто-то что-то там подправлял Это надо учитывать Огромное количество Помощи оказывалось И женщине, и мужчине В лице детей Плюс ко всему Как правило В домах жили пожилые люди Это могли быть Дедушки, бабушки Прадедушки, прабабушки Они могли жить Постоянно в какой-то семье Они могли По своему желанию Переходить в семьи Своих внуков Правнуков Детей Это тоже норма А если учитывать Что в те времена Жили не 60 Не 70 лет А намного больше То в этом случае Большинство старцев И старец Были в хорошем Физическом состоянии Они тоже оказывали Какую-то посильную помощь Они помогали советам И много что делали По хозяйству Так вот Когда возвращался мужчина Он брал на себя Функции мужчины в доме И плюс ко всему Он занимался Вось питанием Воспитать ребенка Может только мужчина Женщина может Приласкать Обогреть А мужчина воспитывал Вось питанием Занимался мужчина В отсутствии мужчина Занимался Или старший В доме ребенок Или если был дед Или прадед Поэтому женщина Воспитанием Детей не занималась Надо просто понимать Что есть воспитание Вось питание Тут еще Отеческое слово Питание То есть Это занимается Только мужчина Поэтому Женщина Не занималась тем Чтобы наказать Кого-то В угол поставить Женщина сообщала Об этом мужчине И мужчина Принимал меры Принимал решения Что сделать Например С ребенком Который Ну что-то сделал Не то И не обязательно Его драли Как сидрого козла Не обязательно Клали на лавку И пароли розгами Нет Надо учитывать Уровень мышления Тех детей Это не современные Разбалованные Какие-то сорванцы Поэтому Достаточно Чаще всего Было слово И авторитета Отца Авторитета Деда В конце концов Авторитета Матери Поэтому воспитание Главная роль Это на отцовской линии Дедушка Прадедушка Сам отец Старший брат Но Женщина Она Настолько Правильно Себя вела Что Помогала Отцу С одной стороны Не вмешиваясь В это дело Воспитывать ребенка То есть Она действовала Через Своего мужа Или через деда Или через прадеда Или через старшего ребенка На тех Кого нужно было воспитать Хотя сама не воспитывала Это высшая наука Женщины Вести так дело Чтобы с одной стороны Не нарушая поконов И свойств Мужчины и женщины Держать в доме порядок Помогать мужчине Взращивать свое мужское Взращивать свое женское Это наука Которую маленькие девочки С молочных зубов В себя впитывали Глядя на то Как построено И никто не был обделенным Ни женщина Ни мужчина И каждый развивался Так как надо развиться Вот это Даже не то Что идеальное общество А это норма жизни Норма бытия Наших предков Потом было разрушение Потом был домострой Когда женщину Надо было пороть Таскать ее за косу Там еще что-то делать Пороть детей Там даже такое Вводилось Но это уже Привнесенное Это уже Искаженное И к нам Оно конечно Имеет отношение Потому что Через это Нам пришлось пройти Но не более того Вот как-то так Нам нужно Сейчас тобой Алексей Понять Как выходить Из той ситуации Которая навязана Нынешним обществом Нужно найти выход Давай его как-то Дадим семя Зацепку К осмыслению Потому что Это все хорошо Как было в прошлом Это и то Идеальное прошлое Которое хорошо бы В нынешнее время Ввести Но Во-первых Все сразу не делается И как правило Я считаю Большинство Так не получится Нужно дать Конкретные действия Поступательные Как привести Свою семью К ладу Хотя бы С чего начать Начать надо с того С чего И следует Начинать Любое дело Для начала Надо осознать Где вы находитесь В какой местности Какое сейчас время Какие у вас Словия жизни Какой у вас есть Инструментарий Исходя из этого Какие есть возможности Это первое Что надо сделать Второе Когда вы поймете Куда двигаться Вы сможете Применять тот Инструментарий Который у вас есть То есть Осознать кто вы Понять цель И после этого Выстроить те самые Шаги Движения К той самой цели Которую определили И которая Свойственна Вашему естеству Вот только так Вы сможете Куда-то двигаться И что-то менять В лучшую сторону Если вы Собираетесь Оставаться В цивилизации То тогда Выключите Вот эту беседу И дальше Не слушайте Это вам абсолютно Не нужно Для вас это будет Глупость Для вас это будет Бред сумасшедшего Если вы хотите Стать хозяином Своей жизни То необходимо Понять А где Ваша жизнь Проходит Что является Основой вашей жизни Определить просто Если человек живет На земле То основа Жизни человека Земля Если человек Летал бы в воздухе Основой жизни Был бы воздух Если бы человек Жил в открытом космосе То космос Если мы живем На земле Ходим по ней Если земля Нам дарует Еду Свободу Пространство И на этой земле Есть вода Которую можно пить Продукты Которые можно Выращивать Употреблять Воздух Который можно Дышать То необходимо Сделать так Чтобы эта земля Была ваша Чтоб вы были С этой землей В ладу Чтоб вы были Хозяином Не с точки зрения Уничтожения земли А хозяином Своей воли Своей жизни По улучшению Этой самой Матушки земли Это первое Потому что Когда вы будете Жить по естеству Как хозяин Своей земли И на земле То в этом случае Вы сможете Проявить Своё естество Сумеете Взрастить Своё естество И стать Тем Кем вам Предназначено По жизни Это первый шаг Второй шаг Осознать Что несмотря На что-то Индивидуальное Что есть У каждого Человека Есть еще Образ жизни Который Свойственен Нашей Крови Ну Современным Генетике А свойство Такое Жить Роем Жить на земле В ладу С природой Свято Чтить Поконы Естество Предков И самих Предков Поэтому Живя на земле Надо понимать Как жили наши Предки А жили они Роем То есть Общиной А для этого Необходимо Познавать Уставы Жизни Общины Взаимодействие Внутри Общины Как сейчас Говорят Современные Психологию Социума И только Так Вы сможете Полноценно Жить Первое Что необходимо Сделать Это Продумать Своё Обеспечение Продовольствием Водой И воздухом Теплом И если Это нужно Энергией Без этого На земле Жить не Удастся Поэтому Надо познавать Этот мир Надо познавать Какие-то технологии Которые Позволяют Жить на земле Это первое Это самое базовое Человек Всегда Сам должен Выжить Для начала Если он Не выживет Сам Он другим Не поможет Второе Это Помочь Своим Близким Своей жене Своим Детям Ради Этого Он живет Чтобы Продолжить Свой род И поэтому Ему Нужна Обязательно Супруга Или Супруг Без Которых Он жить Не сможет И если Естество Своё Он содержит Порядки Он должен Заботиться Естестве Своей Супруги Или Супруга Опять же Живя на земле У них Появляются Дети Значит Надо Теперь Думать О детях Передавать Им мудрость А не Глупость Свою Значит Познавать Поведение Вспоминать Как жили Вспоминать Что не надо Делать Учиться Мудрости Но ведь На детях Не заканчивается Общинная Жизнь Все разворачивается В большую Общину Теперь С единомышленниками Надо жить Строить Самообеспечение Уже Общины Чтобы проще Было Трудиться Чтобы не надо Было Горбатиться От зари До зари А чтобы Трудиться Например Как я сказал Четыре часа Как и положено Нам Четыре часа В сутки После этого Соединяться Уже Меж Община Создавать Свои связи Создавать Артели Как внутренние Так и внешние И в конце Констов Строить Весь Вече Державу Вот так Этому посвящены Были многие Наши передачи Мы будем Отдельные Фрагменты Рассматривать Ты же спрашиваешь Вообще Как это все Происходит Вообще Тебе отвечаю Да я думаю Алексей Это будет повод Еще раз Встретиться И еще раз Поговорить Более подробно Детально Рассмотреть Эту ситуацию С нескольких Сторон Как ты считаешь Я считаю Что да Для того Мы здесь И находимся Чтобы Доносить Уже Не какие-то Общие слова То есть Превращаться В котов Леопольдах Ребята Давайте Жить Дружно А для того Чтобы Рассматривать Какие-то Конкретные Ситуации Исходя Из того Почему Они сейчас Происходят И как Устранить Для того Чтобы дальше Они не Появлялись И чтобы Имея Этот опыт Можно было Дальше Делать что-то Хорошее И верное Для жизни Не только Себя самого Но и всех Наших родов Не только Земных Но и небесных Не только Своей семьи Не только Своей маленькой Общинки Но и всей Общины Всей державы И всей земли Матушки Чтобы была Тишь да гладь Да Божья благодать Чтобы было Все по праве В ладу с природой Давай тогда Будем подытаживать И попрощаемся С нашими Радиослушателями Ну давай Подытоживай Скажи что-нибудь В итоге Ну в первую очередь Я поняла Да действительно Нужно начинать с себя Несмотря на то Что мы живем Сейчас якобы В идеальном Обществе Которое является Далеко не идеальным Видя все несовершенства В первую очередь Нужно понимать Что это несовершенство Транслируем так же И мы Потому что все Что идет снаружи Это является Отображением Зеркалом Твоей души И если мы видим Где-то у кого-то Проблемы В первую очередь Нужно искать Проблемы в себе И ее искоренять Ну и опять же Нужно Начинать с себя Себя с себя Пересматривать себя И относиться К своей второй половинке Так же Как ты хочешь Чтобы относились к тебе С такой же любовью С таким же пониманием И с пониманием того Что возможно Этот человек еще Пока ничего не сознает Но Надежда Как говорится Умирает последней Возможно однажды Вы придете к тому Что захотите совместно Строить свою жизнь Возможно по другому Лучше Но это будут совместные усилия Я желаю вам Любви и лада В вашем роду Добрые пожелания Хорошие Я же всем желаю Здравомыслия Которое будет проявляться В понимании Своего бытия Своего естества В первую очередь Необходимо Понимать Что изначально Вот этого Так называемого Цивилизационного порядка Не было Это извращенное Изначально было Несколько все по другому Более верно По праве То есть правильно А раз так То в этом случае Постарайтесь Не примерять К себе К своей глупости Которой вам навязала Цивилизация Которая вам выдает Это за умность Те слова Которые касаются Нормального образа жизни Потому что Как только вы Это будете На себя Примерять Не познав Того Как это было Тогда Находясь В данной ситуации Вы будете Все время Натыкаться На какие-то Противоречия Которые будет Ваш мозг Создавать А создавать Он будет Те противоречия Которые ему Опять же Навязала Программа Цивилизации И вам Все время Будет казаться Что вас Пытаются Затянуть В какое-то Лапотное время С какими-то Там Глиняными Горшками С какую-то Там Грязь Которую нам Постоянно В телевизорах Показывают В каких-то Фильмах Которые Высосаны Из пальца На основе Писаний Каких-то Иных Людей Из иных Народов О наших Предках Вот я вам Желаю Не скатываться В эту глупость А осознать Каким же Образом Такая огромнейшая Великая Держава Просуществовавшая Многие Тысячи лет Могла Просто Даже Появиться Если Здесь Жили Дикие Грязные Вонючие Люди Но себя Давно Бы Все Перерезали Давно Бы Победили Те Кто Приходили Сюда С Какими-то Там Лучшими Оружиями Лучшими Тактиками Ведения Войны Но Это Не Произошло Сейчас Нас Расщепляют Сейчас Разделяют Нашу Древнюю Русь На Маленькие Междуусобные Какие-то Усобные Княжества Подсовывают Царьков И прочее 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 Ставят Правила Игры А до Русь 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 Была Великая О чем Огромное Количество И писаных И неписаных Артефактов Вы Просто Задумайтесь Об этом Культура Была И культура Была Настолько Великая Во всех Смыслах Этого Слова Что Современные Ученые Не могут Понять Как Это Так Могло Быть А Вот Так Друзья Мои Было Она Сейчас Пытается Втюхать Какую-то Дрянь Про Нас Вот Поэтому Не пытайтесь Из Современного Представления О цивилизации Понять То Великое Которое Не могут Понять Даже Современные Ученые Которые Сами Себя Запутали Поверили В это Запутанное И вам же Потом Рассказали Пытайтесь Осознавать Свою Древность Осознавать Своё Естество Понимать Что Первично Для Человека Что Вторично Что Есть Цель А Что Есть Сможем Вылезти Из этой Навозной Кучи Которую Нас Засадили Или Которую Нас Покрывают Сверху Потому что Накидали С нашего Между прочим Согласия И спокойствия И только Так Мы станем Полноценными Человеками А не Какими-то Там Безродными Не поймёт Кто На этом Я с вами Прощаюсь Напоминаю Что вы Слушали Народное Славянское Радио С вами был Алексей Орлов Елона Стоянова До новых встреч Друзья мои Увидимся И услышимся Быть добры До свидания Продолжение следует